Многие мусульмане в наши дни с нетерпением ждут тех времен, о которых сообщил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и в которых мусульмане станут сражаться с иудеями и побеждать. И даже камни и деревья с дозволения Аллаха будут говорить, о мусульманин, а вот иудей, убей его. Это неудивительно, ведь весь мир сейчас наблюдает за настоящим геноцидом на землях Палестины. И, конечно же, мусульмане жаждут победы и желают врагам мусульман поражения и погибели. Хадис, о котором мы говорили, приводится от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, и в котором пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Не настанет час тот, пока мусульмане не сразятся с иудеями, когда станут иудеи прятаться за камнями и деревьями, а камни и деревья будут говорить, о мусульманин, вот позади меня иудей, иди же и убей его». И скажет это каждое дерево, кроме Гаркада, ибо Гаркад относится к числу иудейских деревьев. Когда же наступит это время? Когда мусульмане победят иудеев в сражении, и когда с ними заговорят деревья и камни? Это время наступит перед днем суда, когда явится Даджаль, и когда пророк Иса мир и мост не зайдет с небес. Однако в хадисах сообщается, что до этого сражения должны произойти еще и другие события. Во-первых, Палестина будет освобождена от оккупантов иудеев и вернется под правление мусульман. Однако никому сейчас неизвестно, когда все это произойдет. Через год, десять лет, сто лет – это известно лишь одному Аллаху. После этого возродится халифат, столицей которого станет Иерусалим. А повелителем правоверных будет сам имам Махди, который распространит влияние ислама по земле. Во время правления имама Махди произойдет великая битва между мусульманами и христианами, о чем мы подробно говорили в отдельном видеоролике. После всех этих событий явится Даджаль и примкнут к нему 70 тысяч иудеев из Исфахана. Получается, после того, как иудеи будут изгнаны из Палестины, большая часть их народа поселится в Исфахане, в одном из городов современного Ирана, который находится в 300 километрах от Тегерана. Также благодаря этому хадису мы узнаем, что большинство войск антихриста будут составлять иудеи. Его смуте подвергнутся и примкнут к нему и другие народы, но большинством будут иудеи. В сборнике муслима «Да помилует его Аллах» приводится хадис от Анаса ибн Малика «Да будет доволен им Аллах», в котором посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал «За Даджалом последует 70 тысяч евреев из Исфахана, которые будут одеты в плащи». В другом хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «За Даджалом последует 70 тысяч евреев в плащах и с мечами». Своим войском антихрист обойдет всю землю, а последнее, куда он придет, это Палестина. Там он отправится в Иерусалим, к мечети Алякса, где будет собран на большинство войск мусульман. Мечеть будет осаждена иудеями, а мусульмане, находящиеся в ней, примут решение выйти утром после молитвы на бой с врагами Аллаха. В это время снизойдет пророк Иса и присоединится к мусульманам. Совершив вместе утреннюю молитву, они выйдут из мечети и начнут сражение с иудеями. Что же касается Даджаля, то он, увидев пророка Ису, алейхиссалям, станет убегать от него. Антихрист будет хорошо осведомлен о том, что его смерть будет от рук этого пророка. Иса мир ему будет преследовать Даджаля, говоря «Мне суждено убить тебя одним ударом». Затем он ударит Даджаля копьем и убьет его у восточных врат Людд. После этого он вернется к своему войску, который будет сражаться с иудеями. Именно в этом сражении деревья и камни будут указывать мусульманам, где находятся иудеи. Имам Ибн Маджада, помилует его Аллах, передал хадис, в котором посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, рассказал «Иудеи потерпят поражение, и все творения, будь то камни, деревья, стены или лошади, за которыми будут прятаться иудеи, станут говорить с дозволения Аллаха и указывать на иудеев». Станьте частью нашего дарвата, пройдя по ссылке в описании. Пока существует этот ролик на просторах интернета, каждый, кто был причастен к выходу, получат непрерывное вознаграждение. Инча Аллах. Подытоживая все, что мы рассказали, хочется обратить ваше внимание на три вещи. Во-первых, главными врагами на протяжении всей истории ислама были яхуды. Начиная с жизни пророка, алейхиссаляту вассалям, и заканчивая событиями, что произойдут перед судным днем, яхуды являются главными противниками мусульман. Всевышний Аллах об этом говорит, ты обязательно увидишь, что самые непримиримые враги верующих – это яхуды и язычники. Как иначе, ведь в самой страшной смуте для людей главными помощниками зла будут иудеи. Во-вторых, все эти хадисы указывают на достоинство Палестины, которая была первой к иблой мусульман, в которую был перенесен пророк Мухаммад саллаллаху алейхиссалям, и в которой произойдут все основные события перед днем суда. И в-третьих, пророческие хадисы о будущих событиях говорят нам, что весь мир будет против иудеев. Камни и деревья, различные животные и здания – все они будут против иудеев и будут желать им смерти. Просим Аллаха, чтобы он внушил терпение в сердца палестинцев и помог им в войне против оккупантов-сионистов. Продолжение следует...